Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о субсидиарной ответственности, о рекордах, да, сумм, которые доначисляются вот этим вот субсидиарщикам. Ну и поговорим о том, а за что, почему эта тема возникла. Эта тема возникла просто потому, что всё чаще и чаще ко мне стали обращаться люди, да, которые пытаются защитить своё имущество, которое они нажили, так сказать, непосильным трудом. Вы знаете, вот с чего я хочу начать, да. Многие полагают, что как-то они могут скрыться, как-то они могут обмануть, но вообще-то все хитрые способы о том, чтобы избежать этой субсидиарной ответственности, они уже, так сказать, разоблачены, они уже выявлены, они уже понятны. Ну, к примеру, многие думают, а я не буду учредителем, поставлю тут вот директора по найму, найду номинального учредителя, таким образом меня видно не будет, и я, так сказать, уйду от ответственности, если вдруг что. Или я буду размывать ответственность, а раз я буду размывать ответственность, то в случае, когда наступит банкротство предприятия, то опять меня не достанут. Так как я готовлюсь к судебным процессам, так как я анализирую судебную практику, и я понимаю, что надо понимать, что будет происходить в суде, то я, естественно, держу руку на пульсе. И вот частью того, чего я, так сказать, нашел, наиболее, так сказать, яркие моменты, я вот хочу с вами поделиться. Итак, меня зовут Павел Тылик, я бизнес-адвокат, ну и давайте на эту тему поговорим. Итак, вот пятое место, сколько доначисленные главным героем, это все я делаю по судебным решениям, да, которые доначисленные нашим главным героем, это 8 и 8 миллиарда рублей по долгам банка «Легион». А вот давайте посмотрим, за что. Итак, давайте рассмотрим роль каждого нашего героя вот в этом действии. Первый, Брусинцев, глава кредитного блока банков, он руководил проверкой платежеспособности потенциальных заемщиков. И вот на этих кредитных совещаниях, да, он голосовал против выдачи некоторых спорных кредитов. Ну, размывал ответственности, типа, я на совещании был против, но так как на совещании большинством проголосовали за то, чтобы выдавать кредиты, то, собственно говоря, мне ничего не оставалось, говорит вот этот вот Брусинцев, как подписывать документы или договора на их выдачу. Вроде бы я не виноват. Следующий, Некрасов, он курировал службу безопасности банка. То есть он должен был знать и понимать, ну, курирует же, да, службу безопасности, что вот система безопасности или обеспечения безопасности какая-то дырявая. Тем не менее суд сказал, вы обязаны были следить. И Сокеркин, он был обязан принимать меры, чтобы предотвратить банкротство. В качестве председателя правления он отвечал за то, как банк распоряжался активами. Тем не менее суд и Сокеркина, и Брусинцева, и Некрасова привел к субсидиарной ответственности. Как бы они не размывали свою ответственность, тем не менее были привлечены к субсидиарке. Есть определение Верховного суда по этому поводу. Или вот четвертое место. Присудили 15 миллиардов рублей по долгам Международного банка Санкт-Петербург. Здесь за что? Все, все участники, которых привлекли к субсидиарной ответственности, входили в совет директоров. То есть совет директоров подписывал, да, или голосовал. Кто-то мог проголосовать за, кто-то мог проголосовать против того, чтобы выдавать кредиты. Тем не менее лиц, входящих в совет директоров, привлекли к субсидиарной ответственности. Они выдавали кредиты кому? Они выдавали кредиты компаниям, которые являлись техническими. А раз эти компании технические, конечно же, они долги банку и не собирались выдавать. Всех их привлекли к субсидиарной ответственности. Третье место. 33 миллиарда рублей. Это по долгам ОФК, ОФК банка. Здесь контролирующие лица одобряли действия работников банка. И хотя бывший председатель правления банка уже не работал в банке, да, тем не менее мог оказывать влияние на деятельность банка. Но в результате был привлечен к субсидиарной ответственности. Второе место. 43 миллиарда рублей. Банк БФГ. Кредит. Здесь, так сказать, за что? А здесь Пурисев входил в состав кредитного комитета банка. Опять, смотрите, кредитный комитет банка. Вроде бы решение принимается коллегиально. И он одобрял невозвратные кредиты. Его влияние подтвердили свидетели по уголовному делу. Ну и все. Человек привлечен к субсидиарной ответственности. Хотя ответственность размывалась. Ну и первое место – это 71 миллиард рублей, да, убытки Бинбанка. А в данном случае привлекли к ответственности, к субсидиарной, конечно, мажоритарного акционера банка Шишханова и председателя правления Лукина, которые принимали неэффективные решения. Переходите и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Там очень много видео на тему, связанную с защитой прав предпринимателей и бизнесменов. Подписывайтесь на мой Telegram-канал, в котором вы всегда сможете задать вопросы. Подписывайтесь, задавайте вопросы. А на этом у меня все. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик. Продолжение следует...